Давайте смотреть на мощь бесконтактных орков. Вот, ребята, счёт в этой игре вас удивит. Я не знаю, как удивит, каждого по-разному, но мне интересны травмы. Посмотрим. А он сам сгорел, он сам сгорел. Я ничего не делал. Для Индигон, слушайте, Индигон вот так вперёд в хаосических матчапах, Индигон каждый раз выигрывает монетку. Просто как швейцарские часы. Он каждый раз выигрывает монетку. Ну, ПД это хорошо, ПД это хорошо. Проблема в том, что на лосе столько МБ, что ты всё получишь в морду. Вот это единственная проблема. Но проблема ещё в том, что у шведа куча нулевых и около нулевых козлов, его будут бить. А, у них, кстати, одинаковая стоимость. А, швед себе вырастил агильного козлика. Когда-нибудь дорастёт. Окей. У них реально это одинаковая команда. Хотя, честно сказать, честно сказать, по моим ощущениям. Слушайте, АПО-то с захватом прикольно смотрится. Орки в плюс один. Только чё-то как-то очень странно бьётся лос, вам не кажется? Немножко можно же было побить наискосок. Ну ладно. Вообще, ребята, ну, по сценарию этого матча на вид, дела у шведа будут, ну, сложные. Я ещё напомню, что у шведа вот этот воин с седьмым армором, с седьмым, понимаете? Честно сказать, мне кажется, что как бы, ну, это тоскливо. Это с седьмым армором воин, ну, я бы его убил бы уже. Знаете, просто вот, я бы снял с него шлем, уложил бы его в баньки, вкусно покормил бы, дал ему тёплого молочка, а пока он спит, подошёл и придушил подушкой. Потому что, как бы, ну, хватит мучить животное. Хватит мучить животное. Он, он, ему, ему нужна пощада, ребята. Это хорошая попытка выбить лучшего, лучшего неприятного орга. Ой, потрясающе. Это супер начало для шведа. Это прямо топовейший минус, ребята. Это топовейший минус. Да, Сталин, он, ну, сопротивлялся, но не очень сильно. Её просто интересно, когда у него станет вторая сила или шестой армор, А представьте, будет Войн Хаусы при таких навыках, легендарной, со второй силой, шестым армором. По-моему, прям круто будет. Вот восьмой армор и третий мув на чёрке с бладжом и эсэфом я могу понять. Оно играет. Само по себе. Не трожь! Ой, блин, спасся просто. Буйвол спасся. Кстати, а если бы он переролил бы обычно, а не профи, была бы шестёрка. Вот так вот. А, максимум, да, ладно, два армора точно. Ну ладно, можно сделать вторую силу. Окей. Я забыл. Ваша правда. Очень приятная шара. Это защита мяча расстоянием. Окей. Ну вообще, настоящая мужицкая игра в ББ. Когда все просто стоят и друг друга мутузят. Так и надо играть, конечно. Как диамет вчера вот бахал. Там правда мутузенье было немножко тоскливое. Рерол. Опасно было. А я думал, что швед блицанёт вот этим игроком вот сюда, и это был бы как бы гард на вот этого игрока. А, он козлов освобождает. Окей. И ещё чейн-блок сюда. Прикольно. А где пробой? Такл сыграл. Ну это, кстати, потрясающий чёрк. Это очень хороший. Ему для счастья, для счастья, осталось только взять на легенде додж. Если он доживёт когда-нибудь. А, тут два чёрка с третьим, с восьмым армором и третьим мувом, ребята. Это близнецы братья, вы посмотрите. Я не сразу понял. Это восьми арморные орки, сэвэдж орки, против, против семиарморного хаоса. Надо поошть. Ого, Индигон побежал в атаку. Ну так-то он сейчас даёт возможность сесть на мяч. То есть, Блиц в пятку будет. Да, теперь... Ой, как нехорошо. Сейчас ещё и Такл может сесть на мяч. То есть, можно двумя игроками козлом дать... Как-то, кажется, можно воинам дать Блиц и сесть на мяч, ещё одного козла подвести. А вот этими нижними козлами заблокировать снизу. Да, кстати, семиарморный козёл. А, швед идёт убивать. Я понял. Рерол. Ну ладно. А я бы на мяч шёл. Мне кажется, на мяч было лучше идти. Да тут и воину не выдали армор, и... И козлам не выдали. Никому не выдали. Ничего просто. Бедная, бедная ребята. Ну вообще, конечно, мясной матч. Мясной матч. Бескомпромиссный. Очень приятная шестёрка. Блин, я подумал, будет легендарный асси с мячом. Но нет. Правда, я смотрю на... Эээ... Рерол. Ээээ... Ну я понимаю, что... О, квадра. Ой, квадра! О, квадра! Так, воин добегает. Воин добегает. Это, правда, слабый воин. Не, ну не повезло с квадрой, но, конечно, прикрытие мяча, ребята, ну, такое. Как же Чорк играет, ребят? Ну, все-таки его повалили. Но так, чисто между делом, конечно, у Индигона ситуация уже очень трудная. У Шведа, конечно, есть кубы в мяч. А, козел. Козел, ребята. Невеликий детектив пошел по следу. Так. Идеально. Просто идеально. Но Фент, кстати, в этой ситуации... Ой, скаттер. Скаттер отстой. Но Фент хорошо поиграл. Ассист и... Пятку, наверное, надо бить. Пятку. Да, пятка. Ну, а сейчас Швед должен забить, по идее. В этой ситуации Швед очень хорошо дожал орков. Но я понимаю, сейчас начнется жара. Есть предположение, что сейчас начнется жара какая-то. Сейчас пойдет череда отскоков, ребята. По идее. Ой. Ой. Это не похоже на отскок. У Индигона еще кубы не очень, мягко говоря. Ну, сейчас Швед просто доподведет игроков на мяч. Вот, подкатера подведет. И как бы все. До свидания. Из-за того, что Индигон боится клавсы. Из-за того, что Индигон боится клавсы с подкатом. Он теряет позицию. Он просто позволяет, типа, Шведу, ну... Душить. Сейчас Швед делает блиц с места, подбирает мячик, уходит в закат. Все. Домой. Ну, все, да. Три плюс додж и гол. Понятно. Да. Три плюс додж и гол. Понятно. Очень жирный отскок. Но здесь Швед реально очень хорошо сыграл. То есть... Вот уровень позиционной игры здесь был, ну... Довольно высокий. Это шары неприятные, конечно. Просто вот Швед был настолько близок к голу в этой ситуации, что вот просто как бы надо было забивать. А по итогу вы видели. И в итоге просто вот за счет одного неприятного момента Индигон выровнял ситуацию. Еще шаропробой. Еще подбор. Еще все прокинулось. Ну, вообще, конечно, забить гол в этой ситуации уже трудновато. Уже трудновато. Но тут и Швед, по-моему, не забивает. Нет. Нет, Коля. Не научился. Не научился. Там выпал перфект диффенс. Но ты все равно можешь пойти, посмотреть и понять, что... Что-то, что-то уроки как-то нет. Он сейчас еще дико отскочил. Не, ну это было получше, чем в прошлый раз. Знаешь? Получше, чем в прошлый раз. Не глобально лучше, но все-таки. Блин, ну вообще, подкатерный... Конечно, подкатерный воин душит, ребята. Подкатерный воин прям хорош. Хорош. Ну, кстати... О, в этот раз 3 плюс кинули. Вот сейчас у Шведа есть шанса. Дожать имеется в виду. Вообще, вот вся игра, вот она идет такая, что вот сейчас Швед вот еще немножко и дожмет. Еще немножко и дожмет. Никак не дожимает, правда, но... Это уж другой вопрос. Ну, Индигон начинает с того, что получается лучше всего. Безопасные 2D-блоки с МБ по восьмому армору. В этом сила орков. Здесь тяжело что-то сказать. Освободили. Ну, это хорошая игра. Это хорошая игра. Даже не поошнул, слушайте. Проталкивание. Интересно. И это тоже хорошее. Слушайте, Индигон прям хорошо сыграл. Прям действительно хорошо сыграл. И еще шаро шестерку кинул. Но, опять же говорю, если бы Швед кинул бы тот 3++... Если бы Швед кинул бы тот 3++... Нихрена себе. Давай посмотрим после этой игры. Ля, ну вообще, конечно, это обидно. Правда, орк-то не занесет. То есть, это был пас просто ради паса. Честно говоря, ну, ладно, это не пас ради паса. Окей. За счет того, что все это говнище получилось... Швед уже, скорее всего, не забьет. Но, вообще, у меня бы жопа полыхнула бы. Рерол, я думаю, надо делать. Уж шведы сегодня с Даджеми не очень. Шестерка, надо убивать. Эльф смой краску, да. Ой! Это очень важный минус. Я напомню, что все это... Все это... Это атака Индигона. То есть, Индигон-то в целом, в целом, проиграл свою атаку в хламину. Ну, это так называется. То есть, я не знаю, как Индигон собирается играть второй тайм. Ему нужно очень много сломать, чтобы играть этот второй тайм. А марчить игрока на гол мы не будем, да? А зачем? А, он подобрать хочет, нет? Эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Сейчас не найдет скаттер воинам, да? Ну, я бы толкал бы сюда, да. Ну, скаттер, конечно, худший. Ну, ладно, вот сюда было бы хуже, наверное. Или нет? Нет, худший, худший. Это худший скаттер. Ну, я так, просто держу в курсе, ребят. О! Блин, вот это обидно, конечно. Швед прям хорошо кинул. Прям от души. Ну, ладно. Так, ну что, у шведов фулл состав, ребят. А у Индигона нету лучшего Блицера и, в общем-то, лучшего Чорка. Ну, я говорю, сейчас, сейчас просто дело техники, дело техники шведу довести эту игру до ума. Да, и, Спиритолог, ты скажи это. Как там команда называлась? Вот. Я по нику просто буду искать? Или это последняя игра? У шведа, конечно, уже должно подплавить прокладку неслабо. Не, ну, слушай, все равно у шведа выигрышная ситуация. Только что. Окей. А вот. То есть, швед-то все равно играет на победу в данный момент. Но счет должен был быть 1-0. Да. Именно так. Но сейчас нужна просто хорошая Клавсова терапия. Ну, правда, пока не хорошая, конечно. Понятно, что это был супер отскок Индигона. Вот прям реально супер отскок. Да, серьезно. Это плохой лосс уже. Это правильный блиц. Я бы, правда, агильного козла подвел бы к мячу заранее. Вот. Я... Да, квадра, ребятки. Ну, правда, стоит сказать, что Индигон же вроде тоже, да, кидал квадру в первом тайме. Так что, нормас. Сравнялись по квадрам. Но смутно догадываюсь, что швед, конечно, немножко не это. А, Индигон такой. Да, мы никуда не пойдем. Мы тут три куба побьем. А, три куба с ПО. Ну, план надежный, да. А, фолл. Это будет фолл. Так, окей. Уже равные составы, ребята. Вот так вот. Уже, уже равные составы. И фолл воина. Теперь я начинаю понимать итог матча, кажется. Знаете, есть подозрение, что я начинаю понимать, почему матч так кончился. А, и швед уже на своем лосе в минус два. Понятно. Нет, ну, стоит сказать, что Индигон все делает... Вот кроме вот этого момента. Фигня в том, что сначала надо было доджить борьбой с подкатом. То есть, смотрите. То есть, лучше доджить здесь, потому что падать о пол мягче, чем падать от МБ к ловсы. А по итогу ты даешь удар в три куба МБ к ловсой. Неправильный додж. Этот игрок лежал, его бы не ударили. Этот игрок стоит, он получает МБ к ловсу. Просто детская ошибка. Швед, правда, жадно бьет другой МБ к ловсой, которая семиарморная трехсильная. Ну, ладно. Я понимаю логику шведа. А, ну, нашел кубы. Но это было опасно. И без пробоя. Ну, конечно. Окей. Да, матч, конечно, тоскливенький. Ничего не сказать. Не, ну, опять же, стоит сказать, что вот этот ход Индигона... Ну, это прям, наверное, если говорить про дух орков и про технику выполнения, как бы это странно не звучало. В принципе, это был лучший ход Индигона в вышке. Я почти не шучу. Почти не шучу, что это был лучший ход Индигона в вышке, ребята. Господи. Господи, Индигон играет, как правильный орк. И орки работают. Вы понимаете? Орки, орки отвечают ему взаимностью. Он, наконец-то, начал играть на орках так, как надо. И все заработало. Кто бы мог подумать, что на орках надо башить? Нет, вы представляете? На орках надо башить. Индигон узнал об этом. Спустя 10 сезонов. Извините, пожалуйста. Я пускаю слезу просто, понимаете? Мой мальчик вырос. Извините, пожалуйста. Я горжусь просто. Не, ну я рад за Индигона, как бы. Дождались, дождались. Ничего не сказать. Не думал, что я доживу до этого момента. Но дожили. Опасная была немножко ситуация для шведов. Она все раскидала. Просто, понимаете, я действительно получаю кайф от того, что Индигон играет как правильный орк. И внезапно оказывается, что это выигрышная стратегия. Представляете? Здесь, правда, можно было три куба дать. Ну ладно. То есть, понимаете, вот человек впервые за очень много сезонов, очень много сезонов, дает правильные контакты, правильно фалит, правильно бьет. И внезапно это работает. Вы представляете? Внезапно, оказывается, можно добить хаоситов. Ну, швед, правда, поломанный хаосит, но у него три мбек ловсы. Блин, неужели никто в чате не восторгается? По-моему, только гусь понимает историчность момента. Ну ладно. Тяжелая ситуация у шведа, конечно. Кто бы мог подумать вообще, что в какой-то момент Индигон начнет бэшить, понимаете? Я бы, кстати, держал бы... Я бы, наверное, все-таки держал черка, мне так кажется. Жаль, что все это про основывается на шведе. Знаешь, золотые слова, золотые слова. Реролл. Шведу просто, видимо, вот у него... Вот он попал на Диамеда, когда у Диамеда все заходит. Попал на Индигона, когда в нем проснулась зеленая сила. И вообще что-то швед прям поймал все, что только можно было. Не, ну слушай, Спайдер. Я боюсь, что это разовое мероприятие. Разовое прозрение. Просто если бы Индигон так же играл бы против Арт Кости, то он бы вполне мог забить Арт Кости ногами. Там были шансы на это. Просто он начал играть правильно, вот... Ну, как бы как ребенка избить, понимаете? Вот он выбрал себе цель. Швед, кстати, очень хорошо сейчас играет. То есть, ну, ему не везет опять. Но если говорить про ситуацию здесь и сейчас, швед пытается вытащить вот как только можно. Еще ГФИ надо кидать. И бежать козликом за ГФИшками, да. Швед еще ГФИшку надо. Да, да. Этого достаточно, по идее. Ну, можно было, но, в принципе, прошлое было более-менее... Окей, нормас. Швед прям, вот реально, на морально волевых, ребята. Как и Энфи вчера. Швед сейчас очень хорошо играет, но как бы тяжело, тяжело. Попал все-таки на... На мастера в словесности. Аркскийской. О, Господи Иисусе. Не, ну, швед вроде успевает забить, теоретически. Но тут сразу три орка освободилось. Это как бы... Ну, два, ладно, два. Этот освобожден был. И даже НПО шнул. Ну, ладно, здесь как бы стоит сказать, что это было довольно правильное НПО. О, Господи Иисусе. Господи, швед. Что с тобой? А, нет, этот не свободен. Ну, ладно. Не уверен, что стоило тратить последний РР на этом. Ну, да, швед вам мог бы дать пас и забить. Окей. Спасибо, что швед задоджил. Вперед, швед. Давай, шведушка, тащи. Самая жопа, что у шведа реролов нет. То, что у шведа нет реролов, это, конечно, подстава полная. Привет, Фибриус. Я бы воинам доджил бы, кстати. Воину уже нет смысла здесь оставлять. Есть резон убегать. В смысле, марка вот этого игрока дала бы больше, чем стояние здесь. Ну, ладно. О, в седьмой армор, Блиц. Индигон... Индигон играет нормально. Вы представляете? Он... Да я в шоке. Господи, Индигон! Как ты меньше, чем за неделю научился играть в Бладбоул? Что происходит? Я вообще в шоке, ребята. Честно. И он даже ведет игрока на гол. И он... Господи, Индигон! Я в шоке. Я не... Я честно, я в шоке. Там, кстати, воин какую травму получил? Я не обратил внимания. Нормально. У меня, конечно, ничего нормального не осталось. Блин, как же швед пытается. Вот просто... Как же швед потеет в этой игре? Я в шоке, ребят. Швед просто на таких морально-волевых выжимает все в этой игре. Вот просто все выжимает. Гашетку в пол, я бы сказал. Это кубы дают шанс шведу. Хотя Индигон просто может толкнуть сюда, и там будет тяжело. Это 1д. Но это правильный рерол. Это правильный рерол. Не похоже, что швед забьет. Но и не похоже, что Индигон забьет. Честно. Видимо, подходим сюда, бьем... А, тут же Фент. А! Ой! Крутая игра от шведа, но опять нет. Блин. Мысль была правильная, кстати. Это, наверное, был самый вероятный гол. Через 4+, 3+, 2+, 2+. Но даже с реролом такое не всегда получается сыграть. Можно было, кстати, поискать скаттер на мяч. Теоретически. Тут куча хороших скаттеров и додж, подбор. Господи. Неужели Индигон забьет? Так. Так. 5+. Оооо. Нет, ну... Блин. Стоит сказать, что Индигон, конечно, очень хорошо отыграл этот матч. Серьезно. Очень хорошо. Ну, ловлап шведу говеный, а здесь ловлап хороший. Вообще, наверное, это лучший матч Индигона, что я видел. Как бы похвально. Спасибо.